МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, где-то он не тех, может быть, поставил, где-то не ту тактику избрал, нет результата. В первую очередь спрашивать надо с тренера. Другое дело, что, может быть, он не всех сильнейших взял на тот момент. Может быть, они сильнейшие в общем. По сезону там будут они сильнейшие. А вот на тот определенный момент, когда игра... Ну, со Швеция, кстати, неплохая игра была. А вот на этот момент, может быть, другие футболисты были, которые остались в запасе посильнее. Может быть, они бы довели эту игру до победы. В отношении Каппелла проявили терпеливость. Более того, с ним заключили контракт еще до результата на переносе мира. Может быть, с одной стороны, это и хорошо, но я считаю все-таки, я считаю, большим уважением отношусь к Каппеллу, продающийся специалист, но меня никто не переубедит, что возглавлять страну, сборную страну, должен быть отечественный тренер. И практика-то показывает, мировая, что ни один чемпионат мира не был выигран под руководством иностранного специалиста ни одной сборной. Летом 2014 года случилось невероятное для российского футбола событие. Впервые в современной истории национальной сборной после неудачного выступления на крупном турнире главный тренер команды остался на своем посту. Еще до чемпионата мира в Бразилии контракт с Фабио Каппелло был продлен на 4 года. И пересматривать это решение даже после невыхода из слабейшей группы мирового первенства никто не стал. С Каппелло мы обеспечили выход на чемпионат мира. И далеко не факт, что попали бы туда с кем-то еще. Да, есть Леонид Слуцкий, который проявил себя на уровне клуба, но кто еще? Изначально мы думали, что после Бразилии заменим всех иностранных специалистов на российских, а они будут учиться у Фабио. Поверьте, он не держится за свой заработок. Каппелло искренне хочет помочь России создать хорошую команду. Он очень много работает, летает, ищет некоторых игроков. Наши тренеры даже не знают, а он их в сборную вызвал. Он не ангажирован. Несмотря на слова поддержки из высоких кабинетов, Каппелло попал под серьезное давление общественности. От восторга, с которым публика встретила итальянца после ухода Дика адвоката, через два года не осталось и следа. Дон Фабио испытал все то, что выпало на долю большинства его предшественников. С тем лишь отличием, что они уходили и тем самым снимали все вопросы. А он остался. И вместе с ним остались и накопившиеся вопросы. Их мы задали Каппелло напрямую. Я никогда не читаю газет после побед. Тем более не читаю газет, когда проигрываю. Общественное мнение – это, безусловно, важная вещь, но не стоит путать ее с тем, что пишут журналисты. Знаете, что я вам скажу? Всякий раз, когда ко мне подходят люди на улице, или когда я общаюсь с кем-то на футболе, я слышу только слова поддержки. Это приятно, хотя и не должно смущать. Я понимаю, что главнее всего – результат. Результаты Каппелло – это практически синонимы. Будучи игроком и защищая цвета таких великих клубов, как Рома, Милан, Ювентус, он четыре раза становился чемпионом Италии. Дважды выигрывал Кубок страны. Но настоящий трофейный дождь обрушился на Каппелло, когда он стал тренером. Девять трофеев с Миланом, включая победу в Лиге чемпионов. И по два – с Ромой, Реалом и Ювентусом. Как клубный тренер, Дон Фабио построил безупречную карьеру. Карьеру, достойную написания мемуара. Я никогда не писал биографии. Книги про меня – одно дело, мемуары совсем другое. Пока что у меня нет никаких мемуаров. Никогда их не писал. В будущем – обязательно, но не сейчас. Никаких биографий. Вот как в свое время, еще до назначения Каппелло, его охарактеризовал Герман Ткаченко, известный знаток футбольного рынка. Тяжеловес. Один из лучших, если надо быстро добиться результата. Наверняка выведет в Бразилию. При этом, по словам того же Ткаченко, диктаторский стиль работы этого тренера вызывает в футбольных кругах немало вопросов. О порядках, царящих в командах Каппелло, действительно говорят разные. Английские газеты как-то раз подловили Дона Фабио на признании в теплых чувствах к испанскому диктатору Франко, и с тех пор наперебой смаковали политические предпочтения специалистов. Каппелло, скажем так, даже, наверное, СССР взгляд такой, когда дисциплине подчинено все, и мы вместе входим, не улыбаемся. Это тоже опасно бывает периодически. Где-то, ну, в общем, скажем так, дисциплине подчинено все. Я не диктатор, я уважаю людей, и требую от них того же. Никакого диктата, только уважение. Уважение к правилам, к режиму, к распорядку дня. Я не разделяю игроков, они все для меня равны. Порой звезды, или те, кто себя таковыми считают, позволяют себе послабление. Опаздывают на тренировку, приходят позже к обеду, капризничают. Со мной такое не проходит. Поверьте, я работал с действительно большими игроками, с настоящими звездами, обладателями золотого мяча. И они все приезжали на тренировки раньше, а уходили позже. Потому что единственное, что я требовал, это уважение. Ко мне, к штабу и к правилам. Диктатура и уважение разные вещи, не находите? Этому меня научил еще мой отец. Он говорил, Фабио, ты должен уважать людей. И бедных людей, даже в еще большей степени, чем богатых. Вне зависимости от достатка, люди, которые работают рядом, тоже чьи-то отцы, чьи-то братья и сестры. Уважай их всех в равной степени. Как не называй, уважение или диктат, а подход привитой капеллы отличается от того, что было заведено его голландскими предшественниками, Гуссом Хиленком и Диком Адвокатом. Причем не только в вопросах режима, но и в вопросах футбола. Понимание игры и выбора приоритетов. Господин Капелло очень опытный тренер и заслуженный в прошлом игрок. Так что не мне его судить. Однако, знаете, итальянский стиль не имеет ничего общего с голландским. Мы почти всегда показываем хороший футбол. Лишь в одном матче за два с половиной года наш футбол был по-настоящему плох. В Белфасте против Северной Ирландии. Все остальные игры в той или иной степени мы провели нормально. Но болельщики, а точнее журналисты, любят считать себя тактиками. Вот только на статистику почему-то никто не обращает внимания. Мы забили больше, чем пропустили. Мы выигрывали чаще, чем проигрывали. Это и есть результат. Цифры говорят сами за себя. Пожалуй, любой главный тренер обречен на сравнение с предшественниками. Если ты главный тренер сборной России, то это правило актуально вдвойне. Капелла приходила на волне общественного разочарования в голландской эпохе. После неудачи в Бразилии наблюдается наоборот тенденция к ностальгии по прежним временам. Мол, адвокат с Хилингом не только футбол давали ярче, но и русскую душу понимали лучше и общий язык с игроками находили легче. Каждый из моих предшественников, из тех, кто тут работал, знал Россию лучше. Это касается и адвоката, который работал с «Зенитом», и Хилинга, который тоже, скажем так, разбирался в вопросе хорошо. Но для меня это не проблема. Я учусь. Принято считать, что одной из главных ошибок капелла, допущенных им на первых порах, стало отсутствие в штабе русских помощников. Нужен был не только Сергей Овчинников, занимавшийся преимущественно вратарями, но и человек, который бы помогал капеллу лучше понять игроков и наоборот. Кто-то вроде Александра Бородюка, находившегося как при Хилинге, так и при адвокате. Для меня такой человек очень важен. Он здорово экономит твое собственное время, помогает с информацией и интеграцией. Хороший человек, который проводит с тобой бок о бок дни и недели, полезнее любых справочников. С его помощью ты познаешь культуру, познаешь футбол, познаешь русскую душу. Местный ассистент у меня был во всех странах, не только в России, даже в Австралии, хотя я говорю по-английски. Дело ведь не только в языке. Дело в том, как ты понимаешь людей, их мысли и чувства. Капелла, как он сказал, сам учится. И теперь его штаб тоже заговорил по-русски. Голосами Сергея Симака и Игоря Симутенкова. Овчинников больше не одинок, а посредник между главным тренером и командой не переводчик, а люди, которых игроки хорошо знают и которым доверяют. За время, прошедшее с моего приезда, я стал лучше понимать российский менталитет, российскую жизнь, российский народ. И я хочу сказать, что в своем познании России я добился некоторых результатов. Теперь я понимаю, что и как нужно делать, как общаться с игроками, как себя вести. Эти знания очень ценны, ведь поначалу их не было. Несмотря на это, Россия принимает капеллы с трудом. И если раньше с особенностями стиля, не самого яркого и привлекательного, многие мирились благодаря результату, то теперь в спорах за и против итальянца бьют его же оружием, результатом. Точнее, его отсутствием. Как только сборная начала оступаться, градус недовольства капеллы стал возрастать серьезными темпами в самых разных кругах. Если клубы рейтингом сегодня на седьмой строчке, и мы боремся за шестую, то есть войдем в большую шестерку, то сборная удачно сошла на 30-е место. Это результат шикарный. Мне не устраивает объяснение, что надо менять чемпионат, потому что если кто-то не доверяет, например, Фабио Капелло, его знаниям и мыслям, то вот сейчас на пресс-конференции об этом расскажут. Поэтому мы должны закончить чемпионат раньше, для того, чтобы команда подготовилась к чемпионату мира. Я очень тепло отношусь к Фабио Капелло, я считаю его большим тренером. Но я помню, как в Швейцарии и Австрии на чемпионате Европы бежала команда, и я смотрел, что происходило в Бразилии. С какой группы мы говорим сейчас, Бельгия там на ходу и все остальное. Я вспоминаю, как 3-0 мы обыграли голландцев. Даже когда Россию по-английски покинули его помощники, Кристиан Пануччи и Масси Моннери, Капелло остался. Хотя звездный статус и прежние заслуги, казалось бы, позволяли хлопнуть дверью. В моей жизни есть одно незыблемое правило. Забыть обо всем, чего добился прежде, и относиться к работе так, словно она первая. Я работник, обычный наемный работник. Везде я воспринимаю себя именно так. Каждая новая работа – это новый вызов, новое приключение. Самое главное – это узнать и понять то место, где ты работаешь. Причем это относится не только к странам. Даже в Италии, работа в Риме и Милане – совершенно разные вещи. Не говоря уже о разнице между Испанией, Англией или Россией. Везде по-разному. То же самое объясняю своему штабу. Мы никакие не звезды, мы обычные работники. Сейчас мы работаем в России, а значит должны понять, что такое русский стиль. Забыть о своих привычках, забыть о предпочтениях. Здесь свои правила. В футболе всегда правит балл. Его величество – результат. И в принципе даже любой футболист сборный, вопреки мнению общественного мнения, прошел достаточно сложные периоды в своей жизни. И жил не в очень хороших гостиницах, если можно так назвать, те места. То есть в принципе все относятся к этому спокойно и нормально. Но особенно, когда есть результат. Конечно, когда есть результат, это все сглаживает, и ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. И как только он появляется, ты чувствуешь удовлетворение от чего-то. Есть вещи, которые капелла, однако, не может понять до сих пор. Помимо традиционных загадок для иностранца, вроде пробок на дорогах и бюрократии в различных учреждениях, есть и одна, самая главная, непосредственно связанная с профессиональными обязанностями тренера. Почти все люди, которых я здесь встречаю, твердят одно и то же. Чемпионат мира в России, чемпионат мира в России. Это словосочетание я слышу каждый день по несколько раз. Стоит кому-то подойти, сделать селфи или взять автограф, как тут же раздается вопрос. Фабио, а что там с 2018 годом? Но я отвечаю, а как же евро? Разве этот турнир потерял свое значение? Я понимаю, что для людей важен домашний чемпионат мира. Но знаете, я как тренер хочу поехать на евро, хочу сыграть там. Разве не о нем сначала нужно подумать? Возможно, со временем капелла в полной мере осознает, что чемпионат мира в России – это действительно большая мечта, ради которой страна готова пожертвовать днем сегодняшним. Но только в том случае, если видно будущее. Быть может, капелла со своим опытом способен заглянуть чуть дальше и поэтому не торопит события. Дело не в том, сколько игроков у меня в распоряжении. 64, 70 или 75 – это зависит от обстоятельств. Гораздо более важная штука – талант, который не зависит ни от каких норм и законов. Если у тебя есть талантливые футболисты, работает гораздо легче. Возьмите Голландию. Без Ван Перси и Робена – это совсем другая команда. Когда они есть, ты можешь быть уверен, что когда-нибудь что-нибудь эти ребята придумают. Это мощнейший козырь в руках тренера. А что скажете о России? Есть у нее таланты? Сегодня в списке 23 лучших футболистов планеты, номинированных на золотой мяч, нет ни российских, ни, кстати, итальянских игроков. Для моей страны это, между прочим, удар, потому что итальянцы всегда претендовали на подобные награды. По 5-10 игроков в топе, и вдруг ни одного. Так случается, нужно подождать. Настал период, когда больших талантов нет. Так решил Господь Бог? Да, именно, именно, именно. Только представьте, Италия – футбольная страна, ни одной фамилии в списке FIFA. Невероятно. Очень печально, что так сложилось. Остается только ждать. У нас так и получается уже на протяжении длительного периода времени. Мы все время обсуждаем тренер. Тренер, безусловно, это центральная фигура. Но играет на поле футболисты. Они неменее важные фигуры в этом зрелище, в этой деятельности. Мне кажется, что нам от обсуждений правильно сделали, пригласили капелло, или неправильно сделали, пригласили капелло. Надо все-таки отходить. Разговор надо вести о том, как готовить команду. Как готовить? Из кого готовить команду? Как готовить подрастающее поколение? В каких условиях работает резерв? Можем ли мы воспитывать игроков европейских и мировых стандартов? Вот о чем надо говорить. Ну, а то, что пригласили, ну, пригласили уже. Уже пригласили, уже подписали контракт. И то, что большой контракт подписали капелло, тут ни при чем. Пусть Россия все еще ждет новых Стрельцовых и Яшинах, пусть играет не всегда красиво и эффективно, но, смеем верить, делает это честно и от всего сердца. Возможно, нынешнее поколение не самое талантливое в истории отечественного футбола, однако времени остается все меньше, и пора признать, именно его представителям выпадет честь сыграть на домашнем чемпионате мира. За это время нам удалось собрать действительно крепкий костяк с отличным командным духом. Думаю, у нас есть хорошее будущее, есть потенциал, мы способны прибавлять. Сейчас активно ищем молодых игроков, ищем свою идею, свою игру, и надеюсь, что скоро эти поиски дадут результат. Спор о том, что важнее гены или воспитание Старк как мир. Боже ли это дар, родиться великим футболистам? Или все-таки люди куют себя сами, как когда-то выковал себя капелло, выходец из простой семьи, выросший в послевоенной Италии и хорошо знающий цену слова труд. Дон Фабио уверен, значение имеет каждая мелочь. Но даже если природа щедро тебя наградила, этот подарок удержать очень трудно. Чтобы достичь высот, нужно следовать определенным правилам. Правильно питаться, правильно спать, правильно отдыхать. Кроме того, нужно уметь чем-то жертвовать. Не потакать себе, а жертвовать. От этих мелочей многое зависит. Тренироваться, конечно, тоже нужно, не щадя себя. Будучи тренером Академии Миланы, я повидал немало хороших футболистов. Был на моей памяти и большой талант, который, однако, не смог реализовать себя. Потому что любил ходить по дискотекам, по девочкам и все такое прочее. В итоге он, конечно, не заиграл ни в каком Милане. К сожалению, много молодых людей не используют свой шанс. В серии А такое случается сплошь и рядом. В Англии тоже было немало примеров. Ребята могли бы играть в хороших клубах, но ничего не вышло. Слишком любили Дольче Вита. Недавно Министерство спорта составило список из 55 потенциальных участников домашнего чемпионата мира. Поведет ли их бой Капелл или кто-то другой, пока не разрешится туманная история с контрактными обязательствами, ответить на этот вопрос сложно. Однако, очевидно, что-то этого тренера в России держит. Что-то привлекает. И, похоже, это что-то не только размер заработной платы. В его карьере были Милан и Ювентус, Рома, Реал и Англия. Он тренировал Мальдини, Коновара, Ван Бастона, Гуллита и Райкарда, Дель Пьера, Тотти и Рауля, Роналда, Роберта Карлоса, Недведа, Ибрагимовича, Шукера. Все это настоящие легенды мирового футбола. Те самые таланты, работать с которыми легко и приятно. Возможно, взявшись за сборную России, Капелла решил проверить себя с другого бокса. Что это, если не риск? Для меня риск – неотъемлемая часть жизни. Возможность прогрессировать, сделать что-то лучше, что-то, что дело неправильно исправить. Как только я почувствую, что не готов рисковать, значит, пришло время заканчивать. Вся карьера – это своего рода риск. Ведь тебе не всегда может повезти с талантливым поколением, с большими звездами, но ты все равно обязан сделать команду, потому что тренер – это творец. Творец, который должен найти решение. Это очень увлекательно. Несколько лет назад британская «Индепендент» в большой биографической статье Капелла охарактеризовал его русским словом «стахановец». Мол, Фабио – фанат работы, пашет, не щадя себя, при этом требует того же от всех, кто находится рядом. Аж… Но можно ли быть при этом творцом? Можно ли совместить тяжелый труд и вдохновение? Ответ на этот вопрос мы получим в 2018 году, если, конечно, Капелла останется в России и закончит начатое. Субтитры подогнали Симон.